Часть людей знакома, так что, возможно, для кого-то некоторые вещи, из тех, что я буду говорить, будут уже, по крайней мере, исторические перспективы известны. Но, тем не менее, я буду ориентироваться на аудиторию, которая этого представления об античности еще не слышала. Ну, я начну с самых таких античных вещей, это когда любой нормальный человек получает какие-то более-менее общепринятые сведения об античности, у него складывается картинка чего-то такого белого, где вокруг белых храмов ходят люди, одетые в белую одежду, говорят поставленными голосами и производят гражданские жесты. Вот это все совсем не так. Во-первых, храмы были раскрашены, во-вторых, одежда тоже была разноцветная, и вообще, вот это вот самое понятие поикеле, цветное и пестренькое, да, было едва ли не основной категорией древнегреческой эстетики, и им нравилось все пестренькое. Ну, собственно, самое простое представление об этом можно получить из того, что сейчас называется греческим салатом, да, где прикол в том, что ты из одной и той же миски берешь совершенно разные вещи, да, именно поэтому русские неправильно режут греческий салат, они режут его как оливье, да, а резать его нужно вот такими кубами, да, потому что дело не в смешении вкусов, а в том, что ты берешь разные пестрые, да. И так везде, так совсем. То, что мы называем театром, это вещь, происшедшая из вполне конкретной древнегреческой практики, которая почти никакого отношения не имеет к тому, что мы сейчас называем театром. То, что мы называем олимпиадами, это греческое слово, обозначавшее вполне конкретную греческую практику, которое практически ничего общего не имеет с тем, что мы сейчас называем олимпиадой, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это философия, это литература и далее по списку, фактически все основные вещи, на которых базируется наша гуманитарная, политическая культура, отчасти и другие сферы, восходят к тому же источнику, никто за этим не спорит, проблема только в том, насколько все изменилось и насколько этот источник не отвечает нашим ожиданиям, когда мы начинаем туда более-менее пристально глядываться. Эта жизнь не была похожа на жизнь того, что мы сейчас называем культурами или государствами, это были деревни, нормальное население нормального греческого полюса, это 500-600-1500 человек, ну человек имеются ввиду взрослые свободные мужчины, потому что все остальные не являются людьми по определению, женщины, дети, неполноправные, собаки, ослы и так далее, не являются гражданами. И людьми, да. Значит, соответственно, все-всех знают. Соответственно, вся эта культура ориентирована на то, что я в любой момент времени опознаю любого человека, который вместе со мной эту культуру воспринимает. А она была направлена именно на то, что греки называли томисон, середина. Она исполнялась только публично и только вслух. Ну, есть разные степени уровня публичности, но тем не менее, вот того, что мы называем литературой, у греков не было. Гомер — это не литература, Сафокл — это не литература, Платон — это не литература. Литература начинается с Феокрита, Каллимаха и так далее. Вот сегодня, собственно, в университете об этом шла речь. То есть с того момента, где текст начинает быть ориентирован на одного читателя. Там, где он пишется для того, чтобы не быть прочитанным вслух в расчете на какую-то аудиторию, не быть поставленным, не пройти через определенный перформанс. А там, где он рассчитан на свободное, прерываемое по воле читателя чтение, целью которого является помощь вот этому конкретному человеку в создании его собственных проективных реальностей. А не помощь целому городу в создании общезначимых проективных реальностей, которые должны быть важны для каждого из людей, этот город составляет. Эти деревни постоянно между собой воевали, но эти войны не были похожи на наши войны. Ну, Мозес Финли, один из прекрасных специалистов по античности греческой, все время сказал, что больше всего войны между греческими полисами были похожи на драки с применением холодного оружия. То есть, там 500 человек с одной стороны, 600 человек с другой стороны, которые сходятся на заранее выбранные площадки, сражаются между собой, победители теряют двоих, побежденные теряют восьмерых, побежденных никто не преследует, потому что они уже покинули поле сражения и потому признали себя побежденными. Окончательно они себя признают побежденными тогда, когда присылают, по-нашему выражаясь, парламентеров, которые просят позволения собрать свои трупы и похоронить их с отданием погребольных почестей. Это вот самое событие является знаком признания поражения. На поле по этому поводу воздвигается трофей, маркирующий то, что это пространство является пространством победы одного города над другим городом. Небоевые потери во время даже затяжных войн, типа Пелопонесского конфликта, составляли примерно 4-5% от общего числа потерь. То есть, речь идет о людях, не имеющих в руках оружия, не ведущих активные войны. Мы стали гораздо буманнее, поэтому в наших войнах численность потерь изменяется тысячами, десятками, сотнями, тысячами, миллионами, и поэтому число небоевых потерь составляет 80-90% в наших современных войнах. А так мы стали гораздо буманнее, стали гораздо интереснее, веселее. Эти деревни, эти полисы, были агломерациями семей, крупных семей, которые, собственно, и составляли основную социальную ткань, причем вот я употребляю сейчас слово «ткань» в самом простом, прямом и непосредственном смысле, потому что само понятие вот этой ткани переплетения нитей отдельных для греков было даже не метафорой. Это было прямым описанием, ну, понятно, метафорическим, пропущенным через определенное сравнение, но, тем не менее, описанием того, как происходит социальное плетение. Потому что мужские нити основы... Значит, а у греков был вертикальный тканский станок, поэтому натягивался основу, а потом пропускал сутку, да? Переплетаются с женским нутком, и, собственно, это и есть функция женщины в нормальном греческом полисе, функция связи разных семей между собой. Женщины переходят от одной семьи к другой семье, дети принадлежат, условно говоря, обеим семьям, и, таким образом, женщина важна не как сама по себе женщина, не как человек, да? Она важна как орудие связи, способ связи между разными нителями, да? Причем порвать эту ткань трудно, потому что все нити переплетены между собой, так или иначе, да? Вот это и есть полис. Эти вещи подкреплялись, скажем, тем, той простенькой деталью, да, что все ходили в домоткану. Еще одна, кстати, такая маленькая деталь против белого цвета. Домотканая шерсть – это не белый в нашем понимании, да? В нашем понимании это светло-желтый, или там, кремовый, не знаю, бежевый, да? Где-то в этой гамме. Но, да, и ткань ткалась… Одежду не шили. Греческая одежда – это просто человек, завернутый в тряпку, да? Тряпка ткалась ровно по размерам человека. Это был такой овальный кусок материи, да? Который ткался в зависимости от того человека, на которого он рассчитывался. Поэтому ткань вот эта вот, да, она не была купленной, она была сделана дома. Она была сделана дома, руками домашних, ровно под тебя самого, да? И, в общем-то, смысла не было эту ткань куда-то передавать, да? Потому что, в общем-то, это как землю нельзя продавать у греков, да? Потому что в эту землю зарыты твои предки. Ты же не будешь продавать костями матери, да? Соответственно, вот земля, на которой ты живешь, которая является основанием твоего гражданского статуса в этом городе, да? Она есть нечто неотчуждаемое. Она просто есть. Вот эти семьи находились в очень интересных отношениях между собой. В первую очередь, не все, а семьи лучших людей, собственно, вот Аристой, да? Те, кто потом составлял основу аристократии, да, власти лучших. Это семьи людей, которые какими-то, так или иначе, они будут сейчас вдаваться в историю вопроса. Часть из них восходит, этих семей, ко временам басилеев, то есть тем временам, когда греки жили еще не полисами, такими маленькими племенными объединениями, которые состояли там буквально из 20-30 семей максимум, до синайкизма, до того, как они сбились в более значимые почки. Вот. Эти семьи находились между собой в постоянном процессе взаимодействия, взаимовлияния и взаимосоперничества. По-гречески это называлось «агон», в смысле вот само по себе состязание, соревнование, да? И, собственно, «агон» является основой всего, что существует в греческом полисе, в греческой культуре. Потому что семьи нуждаются в неком едином поле, вот это самое том и сон, да, в котором принимаются решения, и степень влияния на которого дает, собственно, степень значимости той или иной семьи вот в этом пироге, который представляет из себя греческий город. Семьи маленькие лепятся к семьям большим. У греков не было такого понятия, как клиентела римская, где там семья могла составлять, там, ну, 250 взрослых мужчин, да? Но были другие понятия, ну, вроде понятия, скажем, поросит. Ну, то, что буквально нахлебник, да? Человек, который просто прибивается к твоему дому, и который живет на твоем хлебе, и, естественно, делает то, что ты ему сказал, да? Ну, как бы то ни было, вот такая штука. Огон невозможен внутри семьи. Было такое понятие блага. Я вот, я не буду выстраивать греческую линейку всех этих олб, значит, эу и прочих корней. Мне удобнее пользоваться иранским по происхождению термином, который звучит как фарм. Он просто стягивает в себя целый ряд других индоевропейских понятий, в том числе и греческих, да? Фарм – это благо в самом широком смысле слова. То есть, это здоровье, урожай, плодородие, там, человеческое, да? Удача во всем, благосостояние, наличие ресурсов, все, 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 все. Фарм является характеристикой не человека единого, одного, да? А дома. И у каждого из членов этого дома, да, есть своя доля в этом фарме. Величина, которая не является величиной отчуждаемой. Это очень большая трагедия для человека, если он, вот, попытался выделиться из семьи, у римлян это называлось эмансипация, и воспринималось как наказание, которому отец может подвергнуть сына, если сын, там, его не слушается, да? Он может его эмансипировать, выделить из семьи и заставить жить самостоятельно. Ну, это, как бы, отдельная тема, я сейчас не буду в нее углубляться особо. Так вот, какой бы то ни было огонь внутри семьи невозможен, мы ничего не делим. Огонь происходит за счастье, за благо, да? Мы делим что-то, мы делим какой-то, вот, какой-то ресурс, да? В семье делить нечего, потому что это все и так семейное. Поэтому соревнуется только с представителями других семей. И аристократическая повседневность, это практики, ориентированные не столько на то, что происходит внутри семьи, потому что там происходят вещи строго регламентированные, а ориентированные на то, что происходит вне семьи. Мало того, даже те вещи, которые являются как бы семейными, ну, похороны, например, да, являются практиками, ориентированными абсолютно на внешнее потребление, да, демонстративными практиками, призванными показать значимость этой семьи вот в кругу тех других семей, которые составляют ее соседство, да. Не случайно Солон, едва придя к власти, в Афинах, ну, не придя к власти, слишком сильный термин, да, получив доступ к рычагам управления. Один из первых законов, условно говоря, которые он принимает, это закон, ограничивающий практику погребения. Во-первых, никто не хранит своих мертвых в черте города, да, читая, до этого люди хоронили своих мертвых в черте города, тем самым забивая место. Если в этой земле похоронены наши предки, понятно, что это наша земля, а ваши предки похоронены. Да, значит, во-вторых, количество дней, потраченных на оплакивание покойника, регламентировалось одним днем, количество нанятых женщин-плакальщиц – одно. И регламентировалось еще количество ресурсов, которые, то есть, там, в стоимости определенной, там, единицы весовой, да, сколько семья имеет право потратить на организацию их похорон. Читая, что до этого богатые аристократические семьи устраивали недельные гулянты всему городу, просто для того, чтобы заявить о том, насколько их мертвые важнее для города, чем мертвые из всех остальных семей, да. Значит, это тоже практики агональные. То есть, даже вот такие внутрисемейные штуки. Однако, был целый ряд практик, о которых я, собственно, и буду сегодня говорить, которые были специально предназначены для того, чтобы быть полем для спора, полем для деления фарма, да. Это атлетика. Дело сугубо, в Греции это дело сугубо аристократическое, да. Это симпосий. То есть, вот то, что у нас называется пи, немножко не точно называют это словом пир, потому что русское слово пир предполагает еще и еду. Греческое слово симпосий предполагало только симпосиом, вместе пьем. Да, то есть, это попойка, если переводить вот буквально. Греки сначала обедали, а потом уходили на симпосий. Да, вот так, чтобы не путать между собой разные речи. Значит, и естественно, это война. Еще одна зона, в которой семья может добиться того, что называется Клеос Афсютон, или Клеос Аханатон. Значит, слава, Клеос это слава, да. Афсютион это немеркнущее, блестящее постоянно, да. Аханатон это бессмертное. Что, в принципе, одно и то же. Потому что, ну даже по-русски, корень, вот те корневые основы, которые есть в слове смерть, он мертвый, и меркнуть, они восходят к тому и тому же европейскому корню, да. К которому восходит, скажем, греческое слово амбросия. Буквально амбр, бессмертное. То, почему боги не умирают, а не дед Амбросия. Значит, Клеос слава, это, ну сейчас еще одна такая маленькая деталь, просто вот уже одна из предыдущих из барышин интересовалась старшими и младшими братьями, да. Вот я буквально два слова по этому поводу скажу, чтобы было понятно, кому и зачем это нужно. В нормальной индоевропейской традиции, в нормальной индоевропейской семье, я говорю, очень широкую традицию, да, есть, условно говоря, две базовые жизненные стратегии. Одна связана с, условно говоря, с количественным превращением фарма. Это стратегия, на которую предназначены старшие сыновья. Старший сын сбегает, похулиганит, пройдет положенные возрастные инициации, вернется домой и будет жить, дожидаясь смерти отца. Дожидаясь того момента, когда он, устроив отцу почетные похороны, примет на себя вот ту долю ответственности за общее благо, которая до этого принадлежала его отцу. И его задача, это, во-первых, первая задача старшего сына, это общаться с мертвыми. Со своими правильными мертвыми, которые тоже составляют часть семьи. И плоха та семья, у которых мало мертвых, у которых мало мертвых, да, и плоха та семья, у которой плохие мертвые. Еще хуже та семья, у которой мертвые, это хорошие, да, но общаться они с ними не умеют. Семьи очень часто соревнуются со своими мертвыми. Вот я про Паркова уже говорил, да, но когда в Гомеровском эпосе, да, в Иляде, встречаются два бойца и рассказывают друг другу о том, кто сын кого, сын и кого, сын и кого, это привидения линейки мертвых, да, которые могут за меня постоять. Я не просто так здесь стою, да. Я представитель таких людей, которые тебе и не снились, да. Ах, снились, ну ладно. Значит, еще одна задача старшего сына, это поддержание уровня блага, жадных превращения. Старший сын тащит все в дом, да. Как можно больше скота, как можно, ну, с землей большие проблемы, потому что неоткуда взять, да, все уже забито. Это как можно более масштабная постройка, демонстративная. Для того, чтобы это было красиво, да, так у людей все должно быть. Ну, знаете, там до сих пор практики, ну, уже не до сих пор, да, ну, еще в середине 20-го века, благосостояние дома и таланты хозяйки измерялись белизной белья, которое хозяйка вывешивала сушиться, да, ну, всеобщее обозрение. И ходили и сравнивали, да. Ну, понятно, что качество ткани влияет, да, и, естественно, влияет то, насколько труд туда вложен, потому что это людям показывают. Значит, старший сын, ну, я прошу только учесть, что старший сын – это некая такая условность, да, понятно, что не каждый старший сын, вот, шел по этой дороге, и не каждый средний сын мог конусь в безвестность, да. Старшие сыновья умирали, с ними взяли всякие разные вещи, да, то есть это модель определенная, к которой тяготили люди, которые рождались, там, первыми в семье, да. Старший сын женится, за него отдают дочку из хорошей семьи, потому что, естественно, брак – это исключительно межсемейное политическое предприятие, никто никого не спрашивает. Невеста чаще всего видит жениха в день свадьбе. Иногда бывают смотрины, да, приезжаешь заранее, смотрят на девочку, девочке в это время обычно от 12 до 14 лет, в каковом возрасте она и выходит замуж, да, потому что это мужское становление, это долгая и ступенчатая эволюция, да, проходящая, кстати, и много стадий. У девочек все просто – можешь рожать – пошла рожать. Так, греческая культура в этом отношении крайне консервативна, да, и с точки зрения гендерной, да, ну, собственно, я уже говорил о том, кто считался гражданином в греческой культуре, да. Значит, младший сын работает совершенно по другой модели. Ему ничего не светит, начнем с этого. Ему ничего не светит с точки зрения вот возможности зажить нормальной человеческой семейной жизни, да, потому что никто не делит на делов. Ну, действует такое майоратное право своеобразное, ну, потому что понятно, да, что если мы у нас вот здесь 8 сыновей в семье, в следующем поколении будет еще по 8 сыновей, да, если мы в 4-х поколениях разделим эту землю на соответствующее количество кусков, то на ней, на каждой инстаграмной участке сможет стоять на одной ноге, да, в общем-то, сохраняется на дел, при этом есть такие ножницы, да, с одной стороны, хорошо иметь много детей, и человек, который является главой семьи, очень старается в этом отношении, да, потому что, как бы, это тоже показатель блага, показатель счастья. С другой стороны, да, и это еще чисто такая прагматическая стратегия, потому что, а вдруг старше умут? Детская смертность высокая, да, поэтому всегда лучше иметь запасных. Римляне вообще не заморачивались по этому поводу, очень часто называли сыновей порядковыми номерами, да, и поскольку мы знаем такие имена, как октав, нон и децим, то есть восьмой, девятой и десятой, да, то, в общем-то, сыновей рождалось по мному, да. Значит, при этом младшие сыновья, входящие в возраст, оказываются перед очень забавной такой, ну, с нашей точки зрения, забавной перспективой. Они никогда не станут, вот, хозяевами здесь, да, но при этом они члены этой семьи. У них совершенно другая стратегия. Они становятся пожизненными, ну, сказать, пожизненными маргиналами, не совсем так, потому что у них тоже есть гражданские права, они тоже имеют право голоса, да, у них просто эти гражданские права не всегда могут быть реализованы в полной мере, да, даже в перспективе. Ну, маргинальная младшая модель, да, это, как правило, модель, связанная вот с такими юношескими формами поведения. Человек ест много и жадно, ну, потому что он ест не всегда, да. Человек одевается в удобную, короткую одежду, в отличие от старшего брата, который одевается в что-нибудь такое длинное, подматывает левую руку желательно, да, и жестикулирует вот так, как принято считать, что греки жестикулируют, да. Значит, это человек, который легко приобретает, легко отдает. А смысл? Так как у римского легионера, да, у которого даже тот пикулий, который был его собственностью, по большому счету, если он возвращал, ну, в смысле, зарплату, которую он получал как легионер, да, по большому счету, когда он возвращался домой, доставался отцу. Так какой смысл? Лучше пожить красиво хотя бы здесь, сейчас. А потому что все равно лучшая задача, которая стоит перед плачевым сыном, это красиво и вовремя умереть. Причем вот именно ради этого, по большому счету, слагается огромное количество ранних текстов, в том числе и греческих. Текстов, которые дают вот то, что называется там героическим идеалом, да, смерть за Родину, бла-бла-бла. За свою семью, высокие моральные ценности. Причем, рано умереть, это хорошо по целому ряду показов, параметров, да, прошу прощения. Значит, во-первых, ты тем самым даешь своей семье право выпендриваться перед другими семьями. Наш сыновей, то есть сколько у вас сыновей погибло за Родину? Условно говоря. А у нас восемь. А поскольку греческая культура стоит еще на одном ките, да, это кит дарения, и вот там после Марселя Мосса понятно, да, что дарение это крайне прагматическая такая деятельность, потому что тот, кто дарит, обязывает того, кто получает подарок. И если моя семья городу подарила восьмерых сыновей, соответственно, город нам должен. Соответственно, ну понятно, да, возникают неравновесные отношения. Во-первых, это. Во-вторых, он приобретает вот то, что называется клеос, то, что называется слаба, то, что поют, и то, что помещается в такой семейный иконостас. Если про эту семью сложено большое количество песен, если она славная, то ее рейтинг, ну, у кельтов это называлось цена чести вообще, да, ее цена чести радикально повышается. Вот это не количественное накопление формы, а качественное накопление формы. Поэтому, когда ты выходишь в бой против заведомо более сильного соперника, ну, скажем, на поединок, да, аристократия греческая вплоть там до восьмого, до середины седьмого века предпочитала вот именно этот способ ведения войны. Фаланга это уже такая немножко, как у нас сейчас сказали бы, жилобская, но очень прагматичная стратегия вытеснения противника с поля боя, да. Но настоящий аристократ, он воюет в поединке, да. Почему потом, уже в седьмом веке, Тиртей, спартанец, вынужден был слагать элигии о том, что юноши держитесь одним стройным, щит в щит, плечо в плечо, не оставляя свое место в бою. Потому что, почему спартанцы казнили тех, кто оставлял свое место в бою, причем даже не тех, кто отступал, а тех, кто наступал. Потому что слишком сильны были аристократические вот эти вот комплексы, да, которые предполагали индивидуальную арате, доблесть, проявляемую на поле боя, одной из задач которой было славно умереть. Если ты выходишь против заведомо более сильного соперника, ты в любом случае выигрываешь. Если он тебя убивает, ты пойдешь в бою ни с кем-нибудь, а все будут знать, что ты вышел вот против такого человека, да, и он тебя убил. Естественно, он тебя убил, потому что он сильнее, да, но ты же за Родину. А если, не дай Бог, ты его убьешь, ну, всякое бывает, да, вернулся не вовремя. Да, это, собственно, тоже эпизод, на которых очень часто строится там повествовательность греческая, да? Судьба. Да, судьба, конечно. Вот. То ты приобрет... Ну, Давид и Голиаф, да? То есть, безвестный пастушок по имени Давид, убив одного противника, моментально становится вхож в царскую семью. То есть, ты приобретаешь такой, твоя семья приобретает такой качественный люфт в этом самом фарме, да, что... Значит, про войну много еще есть что сказать, да, бесконечная тема совершенно, но мы ее обозначили и оставили все. Значит, теперь, собственно, про... Ну, война — это другой способ повседневности. А я сегодня буду говорить не о повседневных практиках, а о практиках праздничных. Потому что и атлетика, и симпосий — это такие разрывы повседневности. Праздник. Ну, собственно, такая маленькая ремарка, что такое праздник. Ну, понятно, что похороны — это тоже праздник, да? Ну, особенно в том контексте, который я сейчас уже обозначил, да? Значит, есть такая очень простенькая штука. Ни одно сообщество не может быть нестабильным. Особенно сообщества архаические, да, где, если каждому не вменена конкретная социальная роль, конкретные модели поведения, то мы теряемся. Если, ну, понятно, что в современных городских условиях, да, где количество людей, которые мы встречаем каждый день, просто бесконечно, с точки зрения человеческой памяти, да, нет никакого смысла понимать, кто есть кто. Ну, так бы. Как-то, да? А вот в этой деревне необходимо знать, какой высоты поклон нужно отвесить к данному конкретному человеку в данной конкретной ситуации, да? Поэтому он должен быть абсолютно прозрачен. Соответственно, ни одна система не может не быть четко, равновесно, иерархически выстроенной и стабильной. С другой стороны, ни одна система не может не быть динамичной. По той простой причине, что люди рождаются, умирают, взрослеют, женятся, да, и просто вне зависимости от подвигов, приобретения славы и так далее, и так далее, просто в силу сугубо демографической логики, да, ситуация уже меняется. Вот для этого существует праздник. Праздник — это место и время, где социальные капиталы каждого участника праздника на время подбрасываются, а потом ложатся в том порядке, который будет через последующие полгода или сколько еще определять отношения между этими людьми. Вот я обычно, для того, чтобы это все пояснить, привожу сугубо, там, свой сугубо личный пример. Вот я начал становиться антропологом с примерно лет с шести, наверное, с семи, по чистой случайности, да, потому что я был, я вырос в большой крестьянской семье, да, в смысле, живущей в городе, но там с такими большими корневыми связями. Два раза в год, на 1 мая, на 7 ноября, все родственники вот со всех краев, да, собирались за одним столом. 7 ноября это было дома, 1 мая, по возможности, в саду на улице, да, значит, люди садились по кругу, ну, не по кругу, к столу, да, выпивали там по две, по сколько там еще, и начиналось. Начиналось сначала это внутрисемейная сверка социальных капиталов. Как вверх, так и вниз. А у нас Сережа в техникум поступил. Да? А мы холодильник купили. Другое, да? Ой, а как его несчастье? Угарит и кошелек в троллейбусе вырезали, да? Значит, там кто-то ногу сломал, да, купили еще такое, да? Сколько на врачей потратили, да? То есть, причем, если человек сам об этом не говорит, ему обязательно об этом напомнят, да? Причем, это все будет через сочувствие, через полное взаимопонимание и в семье, но реально происходит именно это. Реально происходит как бы перевешивание, перевзвешивание социальных капиталов, да? Значит, после этого начинались, люди-то пьют, по ходу дела, симпозиция продолжается, да? Значит, начинались воспоминания о том, скажем, кто кому что должен. Кто у кого взял 200 рублей взаймы 8 лет назад, да, и отдали 160. и так далее, причем интонации повышаются. До драки на моей памяти доходило 2 раза. Но люди за это время умудрялись наговорить такого друг к другу, что вот там с точки зрения нормального человека, прерывающего в нормальном состоянии, после этого встретить человек в городе, нужно переходить на другую сторону, не здороваться и так далее, и так далее. Мужчины, причем забавно, да, все это сугубо женское дело. Мужчины привлекаются в качестве тяжелой артиллерии, уже на определенной стадии, да, то есть, Вась, скажи ей, не, скажи им, важно, да, драка, естественно, между мужчинами, да, это там, где уже, но, то есть, после очередной, там, 10-й, 11-й и так далее, кто-то докладывал песняка, окрасился месяцем багрячим, да, и люди через некоторое время расходились абсолютно счастливые, довольные проведенным вечером, то есть, снимается напряжение, таким образом, да, после этого, это еще не вся история, да, еще на протяжении месяца полутора женщины собирались по две, по три, мыли кости, то есть, что происходило, да, они утолмачивали новые, новые регистры этих самых социальных капиталов, да, кто-то вел себя очень достойно, а кто-то ужрался никуда, да, и лежал под столом, да, понятно, что, причем, это вещи, которые работали очень четко, да, то есть, отец, который провоцирует сына напиться, это абсолютная норма, как бы, причем, за счет этого выстраивается иерархия социальных капиталов в том числе. Значит, так вот, это внутри семьи, да, там тоже есть свои, то есть, но это же происходит и между семьями. Точно так же праздник это то состояние, в котором мы, придя на праздник вот с такими-то билочками на груди, да, с наградными листами, с послужными списками, с перьями на голове, не знаю, чем еще, да, все это снимаем в прихожей, оставляем, как-то себя ведем, что-то делаем, пытаясь, вот, показать себя и людей, смотреть, естественно, да, а потом выходим в прихожую, а там вот количество пиев либо прибавилось, либо, наоборот, убавилось. Вот, атлетика это возможность, площадка, на которой происходит разыгрывание ничейного счастья по правилам. Ну, что такое греческое состязание? Там, олимпиада, первая олимпиада, там еще, восьмой век, поузнают тогда, да? Бегут два человека, изначальный вид состязания один, бег, бег на один стадий, бегут два человека, потом победитель в этой паре, бежит с победителем в другой паре. Пока, наконец, не бегут два победителя во всех парах, а побеждает один, вот он и есть олимпионик, да? Причем, казалось бы, что это такое? Получает он венок из маслины. Все. Но когда он возвращается домой, разбирается кусок городской стены, чтобы он не в ворота вошел, а вошел сквозь стену, которая за ним закладывается, потому что счастье, вошедшее в ворота, может через ворота и выйти, да? А вот счастье, которое вошло и закрылось там, да? Все. Это счастье в городе, да? Почему счастье? То есть, что разыгрывается, собственно? Вот тут такая маленькая идеологическая справка, да? Практически все известные крупные атлетические состязания, олимпийские, истмейские, немейские, эпифийские и так далее, игры, образовывались в очень странных зонах. Во-первых, зоны промежуточные. За одним-единственным исключением пана Финеи, которые проводились, собственно, на территории Афин, ну а пана Финеи, это сугубо пиар-ход человека по имени Песестрат, который вообще организовал первую империю вот такими мощными пиар-акциями. Это отдельная история, но все остальные игры образовывались на этих странных местах, на стыке двух или трех чьих-то территорий, вот ровно на пограничье, да? И имели очень странные идеологические мифы под собой. Мифы, в которых, как правило, погибал кто-то, кто не мог как следует передать принадлежащий ему социальный капитал нужному адресу. Ино, фиванская принцесса, вместе с младенцем Меликертом на руках, который, между прочим, последний представитель целого царского рода. Бросается в море, она превращается в Левкотею, бог с ней, она богиня. Да, Меликерт мертвый, маленький, его вымывает на Истму, на Каринский пережей. Сисиф, Каринский царь, да, подходит к берегу, видит этого младенца, и он, у него дилемма. Взять этого младенца, похоронить его в Каринской земле и присвоить этот, это хюбрис, это наглость, это преступление всех возможных законов, да, это не твое, ты не можешь этого взять. Толкнуть его ногой от берега, да, это тоже хюбрис, потому что ты не похоронил человека. Что делает Сисиф? Он хоронит этого мальчика в земле и учреждает раз в четыре года на этом месте игры, на которых раз в четыре года ничейное счастье подбрасывается и разыгрывается по правилам. И вот такой миф, с чьей-то смертью, которая как бы дает сумму, ну, некую такую, знаете, как в Нобелевской премии, есть вклад в банки, да, а на процент от этого вклада каждый год присуждается в Нобелевской премии. Вот эти смерти, это точно такой же вклад в банки, от которого можно время от времени забирать не принадлежащие никому счастья. и оно абсолютно правильное, самое главное счастье, потому что оно разыгранно по правилам. Потому что ты в честном состязании, неважно, как оно выглядит, это может быть кулачная бойка, литератичные бригады, и так далее, и так далее, но понятно, что даже самому лучшему бегуну под ноги может попасться камушек, да, ну, а камушки на Олимпиадах никому просто так в подвиги не попадаются. Если камушек попался в подвиги именно тебе, ну, ты либо плохо договаривался, да, либо ты сам человек не очень хороший, либо кто-то из твоих родственников сделал что-то такое, да, что вот договариваться уже бессмысленно, да, так что иди разберись с родственниками с собой, в зеркало посмотри, да, и тогда в следующий раз может быть себе повезет. Поэтому понятно, что во время Олимпиад не велись боевые действия, а смысл. Мы сначала кости бросим, выясним, кому прет, а потом и воевать нужно будет уже не за пограничные площадки, да, а те люди, которые понимают, что им не везет, хоть бы свое отстоять. И вести они будут себя совершенно по-другому. А если уж нам, то, особенно такая манера греческих армий, в своем составе желательно иметь хотя бы одного олимпионика, человека, который победил на Олимпиаде. Понятно, что он в реальном бою, но если он даже там, Милон, да, но убьет он двоих вместо одного, на общий ход сражения это не повлияет никак, да, дело не в этом. Дело в том, что с ним идет такой фарм, что если там нечего противопоставить напротив, да, то, в общем-то, понятно, можно кости не бросать. И так все заранее понятно. Поэтому очень маленькие потери. Поэтому сторона, которая понимает, что сегодня нам не везет, просто бросает поле боя и отступает, а люди, которые занимают это поле боя, не заинтересованы в том, чтобы уничтожать тех людей, которые и так отступают, да. Потому что главное не завоевать и отступать. Земли-то не менялись. Очень редко кто-нибудь что-нибудь захватывал, да. Важно было не это, важно было понять, что нам опять так и было. Нам опять повезло и каждый из тех, кто принимал участие в этом сражении. Да? Свой семейный капитал нарастил. А тот, кто остался дома, не сделал этого. Поэтому хорошо воевать. Поэтому исхил, травик, на своей могиле велел написать не то, что он великий трагик, да, все такое прочее, а то, что он принимал участие и в марафонской, и в соломинской битве. Потому что это было гораздо круче, да, в той среде, в которой он варился. Значит, ну, к атлетике мы еще вернемся, а сейчас вот другой праздник, который вот тут на картинках, да, это симпусий. Симпусий это такая маленькая водочка, да, это частный дружеский праздник. Что такое праздник, я уже сказал, да, важно то, что он частный, в смысле не публичный. Собираются люди в пределах одного частного дома, но не принадлежащие всех к этому дому. Там может быть один, два, три человека из этого дома, да, а остальные мужчины-гости. То есть это с самого начала противопоставления публичности, да. Во-вторых, это праздник дружеский. Собираются не семьи, а собираются мужчины. Связаны между собой отношениями, ну не знаю, в одном полку служебных, да, как правило, это дружеские компания. Значит, симпусий очень специфическое пространство. Это пространство, которое заранее заточено под то, чтобы на нем, в принципе, не оставалось ничего повседневного, будничного, чтобы человек, попадающий сюда, сразу ощущал, что он попал на праздник. За счет чего это достигалось? Вот этот вот индивид, который там лежит, да, это Дионис. Дионис, который, ну, я потом эти книжки покажу, там, чувака, да, потому что еще очень такие любопытные, интересные, более развел в этом регистре. есть такое убеждение неубиваемое совершенно, что Дионис это бог вина, виноделия, ну, в лучшем, в худшем случае это бог растительности, прокреативности в Перу. Чертос 2. В этом случае Дионис бог пантер, кратеров и всей глиняной посуды, плюща, у него вино, плющевые ноги, между прочим, да, бог дельфинов, да, бог, не знаю, еловых шишек, потому что Тирс, да, он с этой самой еловой шишкой, бог молока, потому что когда дочери минии нарушают запрет, да, и Дионис превращает их в пространство в праздничное, с потолка капают вино и молоко, бог змей, потому что у него со змеем все в порядке, бог сатеров, бог минии, и так далее, можно линейку выставить в бесконечные совершения. Вино один из атрибутов Диониса, значимый атрибут, но атрибут, который важен именно как один из атрибутов, важный особо значимый потому, что при помощи вина достигается состояние взвешенности, да, состояние Дионис преобразователь, Дионис бог масок, Дионис бог состояния, в котором человек может не узнать самого себя, чем не идеал праздника, до того, как ты вышел из этой самой зоны, да, значит, на этом основан целый ряд ну скажем, я потом об этом наверное погодясь вот это Горбин Июн вернемся к нему значит вы знаете, что в записной греческой традиции персонажи изображаются в профиле всегда и всю и только два персонажа регулярно изображаются анфас производя таким образом то, что в греческой риторике называется акустроф то есть прямое адресное обращение к человеку стоящему перед тобой да это Дионис и это Горгон значит почему Горгон собственно вот это вот она и есть да разговор отдельный с Дионисом все очень просто это тот же самый фокус что с плакатами вот типа I need you for the US Army да который ты записался в добровольцу да это Бог тебя заметил Бог тебя заметил ты попал сюда ты под контролем я вижу тебя веди себя правильно причем эти очень часто вот эти вещи прямо на кротерах изображались или на кротерах или на чашах да то есть это расследующий взгляд зрачок ровно посередине глазного яблока поэтому куда бы ты не сдвинулся Дионис за тобой присматривает да причем веди себя правильно это не значит там сынок не пей да ни в коем образом как раз наоборот человек который пришел на симпози и не пьет а то что пришел да пей но не слишком потому что если ты будешь пить слишком тебе очередную чашу дадут ты ее выпьешь а там будет вот это чаши хозяин распределяет да к которым обносятся да хозяин единственный человек симпосиарх хозяин симпосия да который пьет столько сколько влезет он единственный обязан сам себя контролировать все остальные пьют той мерой которую назначает хозяин ну как до сих пор пьют англичане да бутылка одна стоит на столе у хозяина он пускает ее в круговую каждый наливает себе столько сколько считает нужным бутылка плачет хозяину причем кончила сетка достает следующее не проблема да но хозяин следит за тем что если люди слишком развеселились да надо пригасить да а если наоборот как-то заснули то надо вот хороший хозяин да симпосиарх именно в этой роли у него одного чаша постоянно стоит полный от окраев а гости пьют столько сколько им разнесли да но то есть если ты выпил и там наружу вот это вот да значит или тебе хватит вообще потому что у Диониса есть такая маска и такое лицо да причем значит греческая чаша килик этот самый да его же пьют за уши в смысле вот ручки которые помогают ну посуда глиня она вообще абсолютно антропомортная у нас это называется горлышко ручки ножки да у этого самого пузика да у сосуда у греков это называлось по-другому вот то через что наливают это губа у греческого сосуда а ручки называются ушами по-гречески значит и ты берешь эту вот самую штуку пьешь из нее причем когда ты пьешь из нее вот это вот хая с хоботом для человека который лежит на кресле тебя да представляется собственно очередной маской да но когда ты отнимаешь это от лица да вот то что там внизу на тондо на ронделе этой самой чаши да это собственно ну ты видишь либо зеркало либо какое-то адресное послание направленное непосредственно на тебя соответственно вот я опять напомню да что у горгона вообще взгляд неприятный не стоит встречаться с ней глазами лишний раз да поэтому бывают интересные вещи вот там скажем вот в этих самых чашах есть такие они откопанные они хранятся да в лувре стоит замечательная совершенно чаша у которой на донышке собачья какашка из глины то есть она заранее там вылеплена и присобачена да прошу прощения за вот значит это понятно да ты конечно хороший парень да ну вот как-то да как-то не повезло нам с тобой да тебе с нами значит ну я вернусь не сюда вот сюда вот да значит еще одна штука значимая которая здесь есть это круговой характер движения расположения всего что есть на 7 плюс дело в том что почему греки разводили еду и питье по разным углам когда ты ешь очень важно что тебе досталось потому что в зависимости от того ну понятно там у них этих холодильников не было поэтому но рубить сразу там энное количество вырезки да одинаковые для всех просто невозможно ты режешь у меня там барана да и поэтому одному досталась лопатка другому досталась там заднюшка да если мы никому не жертвуем и заднюшка не идет самым главным не людям да бессмертным вот а другому под брюшью досталась и потому что тебе досталась ты делаешь прямой и непосредственный вывод о том кто ты здесь потому что распределяет мясо естественно тоже хозяин а еда выстраивает иерархию выпивка объединяет потому что мы все пьем из одного и того же горшка посреди вот этих ложа лож да треклиния стоит маленький столик на котором стоит кротер ну такая вот штука там в зависимости от вкусов хозяев от полу ведра до трех ведра в котором смешивается вино смешение это еще отдельная тема на которую я еще поговорю да значит из которой виночерпий разливают по чашам и обнесут гостей мы все пьем одно и то же из одного и того же сосуда да среди нас нет первого и последнего мы друзья ну реально это не вполне так да но это чуть позже принцип такой поэтому обозначение кругового движения вот так движение песен движение вина движение разговора всего чего угодно это одна из базовых вещей симпосии поэтому самый стандартный один из самых стандартных симпатичных знаков это свастика которая вероятнее всего вообще никакого отношения не имеет к солярной символике то есть она имеет но вторичное отношение к солярной символике потому что изначально это равное движение по кругу поэтому в воинских юношеских союзах свастика абсолютно стандартная маркер потому что мы все равны и у нас все общее да это Это не просто крест, а крест вертящийся. Такая посуда предназначена для одного человека? Это у каждого. Перед которым ставится килик, держит из него. Есть посуда, которая предназначена для круговой чаши, условно говоря. Это конфар. Нет, нет. Это более глубокий такой горшок, глиняный, вот с такими вот высокими ручками. У Дионисов в руках, как правило, конфар. Конфар или рог. Конфар это то, что он пускает по кругу и каждый отпевает и передает дальше. Рог это уникальное, индивидуальное. Но это то, что ты не можешь не допить. Потому что ты не поставишь. Просто-напросто. То есть это то, что пей до одно пей до одно пей до одно. Кстати, вот он. Это как раз ритон. Еще одна деталь. Вот это вот странная штука. Это виноград, растущий на плюще. Два растения у Диониса главных. Это виноград и плющ. Виноград понятно, что это сырье для вина. Плющ это потому, что большинство, ну не большинство, а почти все симпосии проходили зимой. Дионис не имеет никакого отношения к виноградовству, к стадии развивания винограда и все такое прочее. Просто потому, что три праздника, посвященные Дионису, проходили, условно говоря, на Новый год на наш, в конце января и в конце февраля. Если кто-нибудь придумает, что можно делать с виноградом вот в это время, так, я буду рад выставить вариации. Но и только один из них был связан с вином, собственно. Это амфестерия в конце февраля, потому что в это время пробовали молодое вино. Но ни в конце января, это все вещи, которые к виноградовству не имеют никакого отношения. К нему больше отношений не имеет аполлон, сугубо летний бог. Но симпосии проходили зимой. А зимой единственное, ну не единственное, их много вечно зеленых растений, да, но подобное винограду, которым можно облести стены, это клюш. Хозяин на симпосии выставляет две вещи. Он выставляет венок и гирлянды. Вот очень странная такая штука, да, которая, как бы, если не понимаете, о чем у них речь, она просто непонятна, да, ну, гирлянда, да. Это очень важно. Знаете, греки, в принципе, не терпели в доме ничего живого растительного. Горшки с цветами появились в третьем веке до нашей эры в Александре и прочей эллинистической, ну, в урбанистических условиях, скажем так. В доме место только обработанным растениям, которые уже идут на что-то, да, там, на ткань, на еду, на что-нибудь, да. Никому в голову не придет принести пальму в катке и поставить ее посреди греческого дома, да. Живые растения, да, а тем более растения не просто живые, а растения некультурные. То есть те, которые растут не потому, что мы их тут посадили, да, а потому, что они просто тут растут. Это признак эсхатия, эсхата, дальние зоны, вот есть полис, да, город сам по себе, есть хора, обрабатывая земля вокруг, есть эсхата, то есть там, где пасут скотину и воюют, да. Так вот, плющ – это эсхата. Что происходит, когда ты приходишь на симпози? Ты приходишь в комнату жилого дома, вот они стены, вот он жилой дом, но стены обнесены, оплетены плющом, превращая это помещение в некое такое странное взвешенное пространство, да, которое одновременно является и домом, и диким полем. И в котором бородатые мужики могут вести себя как 15-летние пациенты. На время, вот от начала симпозиции до конца симпозиции, да, потому что потом они, да, управляют галстучем, да, и выходят обратно в порядочные места. Так что плющ – это очень важно. Гирлянда – это очень важно, да, ну, это там, я не говорю уже про то, что они гирляндами пендривают друг перед другом, да, это отдельный разговор. Но до сих пор у нас, да, вы приходите в сталинский дворец культуры, и там стены украшены этими самыми липными гирляндами, про которые никто уже не помнит, нафиг они тут нужны. Ну, во-первых, это красиво, да, начнем с того. Но, по большому счету, ты пришел в дикий лес, да, потому что вокруг тебя стоят колонны, которые, в общем-то, деревья, в исходнике, да, у них листья сверху, да. А сверху это все притяно плющом, да, ребята, давайте почувимся, да, потому что, в общем-то, именно для этого это пространство, вот суть по тому, что вы сидите на стенах, да, оно и предназначено. Значит, Дионис – бог превращения и преобразования. Вот этот известный сюжет о пиратах, которые Дионисы пытались продать в рабство, да, а он прорастил мачту плющом и виноградом, сам превратился то в льва, то в дракона, то в кого-то еще, а потом, в конце концов, когда они прыгнули за борт в ужасе, превратился в дельфинов, да. Значит, важно то, что вот тут, во-первых, идет круговое движение, а во-вторых, то, что это превращение, воплощенное превращение, да, то есть ты вот, ты выпиваешь это вино, и вот. Значит, вот то же самое, это изображение на внешней стороне килика, да, ну, ручки видите, да, ушки, прошу прощения. Значит, смотрите, все эти фигуры четко расположены по кругу, они такие вот, как бы, текущие по кругу, ну, женщина очевидна, тут одна только женщина, из, среди пятерых мужчин. Нашли? Которая на флейте, да? Да, конечно. На ней, на всех остальных, там, венки или просто волосы, да, на ней скифская шапочка, она чужая, то есть она гетера. То есть гетера просто другая, да, другая женщина, да, или подруга, то же самое, да. Значит, и все остальные заняты пиром, а она занята тем, чем должна заниматься женщина на пиру, обслуживанием пирующего. Обслуживание может быть разное, да, но гетеру именно для этого ее приглашают. Если помните, у Платона в пире, да, так увлеклись разговором про любовь, что отпустили флейтистку. Да, значит, вот еще одна пирственная сцена, тут всего гораздо больше, и тут все удовольствия, которые без импусии положены, присутствуют. Значит, есть вино, вот оно, есть музыка, вот она, значит, здесь мальчик обслуживает, да, есть музыка пения, вот это вот, жест, означает всегда только одно, человек поет. Ему до себя, да, вот, значит, есть эротика, вот она, да, причем это вот там по кругу все идет, да. Значит, есть игра на удачу, на счастье, потому что вот этот вот жест с чашей, да, вот он, это кат-тап. Это такая игра застольная, когда ты допиваешь чашу, да, там остаются какие-то капельки вина, ты на пальце чашу раскручиваешь и во что-нибудь, так что чаша осталась на пальце, а капля во что-нибудь попал. Как правило, это либо желудевая шляпка, плавающая в сосуде с водой, либо на чем-нибудь стоящее блюдочко, которое надо сошибить этим делом. Ну, девятнадцать очень простая, да, если ты попал, значит все получилось. Причем, танзин тассо лиага, да, на тебя кидаю лиагу. То есть, если вот, ну все, не отвертишься, да. Ну, это ромашка, да, только действие у меня такая ромашка. Значит, да, вот этот парень осуществляет антисимпосий. То есть, он пьет как нелюсть. Во-первых, он пьет неразбавленное. Начнем с этого, из горла, второе, да, то есть не из чаши разбавленное, как положено, а непосредственно из амфоры. Во-вторых, он пьет, в-третьих уже, да, он пьет один. Я обращаю ваше внимание на то, что это тоже донышко чаши. То есть, какой-то человек, допив вино из своей чаши, обнаруживал там вот это. Да, симпосия это то место, где вот эти вот самые, да, подколы во все стороны, да, они идут с завидной регулярностью, да. И я напоминаю, да, что это праздник. И что на этом празднике агональные стратегии вполне законны. Ну, это сатир, да, ну, собственно, вот, афинские, собственно, сатиры, они же не козлы-люди, они кони-люди. Козлы-людьми они стали уже ближе к римскому периоду, да, а пока они вот с конскими ногами даже не всегда, да, но вот уши, обратили внимание, да, значит, хвост конский. И вот это вот, с точки зрения греков, куносый нос и курусство. Ну, поскольку, да, греки, это мы уже видели. Да, вот интересная такая штука, это губа кротера. То есть, то, через что набирали вино из этого самого горшка большого, да. Обратите внимание, тут есть две четко выраженные, ну, как они, не очень ровные, вот, половинки, да. Одна снизу, другая сверху. Снизу половинка состоит из сатиров и менадов. Менадов такие женщины, которых почему-то всякие современные исследователи считают, ну, знаете, мифологию Дионисия, такое время, у отца, в основном, имени, прописано, очень красиво. Жалко, что никого отношения к деятельности не имеют, но красиво. Когда горы оглашались криками, женщины бегали по горам, в талам, рвали сырое мясо руками, да, там, трахали все со всеми и так далее, очень красиво. Жалко, что не правда, да, потому что менада, это не человек, даже не женщина. Менада, это все равно, что кентавр или сатир, это абсолютно сказочное существо, которое составляет часть свита Дионису, да, больше ничего там нет. Вот, обратите внимание, здесь, да, тут пляшут сатиры, именно. Кеменада, это что за существо, да? Это женщина не в себе. А поскольку нормальная греческая женщина всегда в себе, да, то это персонаж сугубо мифологический, да, как вот... Обратите внимание, что посреди всего этого сидит, если это нам же где-то такое спокойное существо, да, это Дионис. С ритомом в руках. В верхней части этого регистра, да, пляшут люди. Они тоже, в общем, ведут себя не очень выдержанно, да, тут у них собачки иногда между ногами, это такой знак тоже интересный достаточно, да. Но они говорят о музыке, они поют, они пляшут и так далее. Это не единый здесь лишний фигурки, ни одного сатира, одна случайно стесавшаяся имена, да, с гирлямами, причем, да, вот она. Значит, и посреди всего этого дела стоит кратер. Вместо Диани, в той же позиции, которую занимает Диани. То есть, с этим кратером, если вот с этим кратером, на котором это изображение, очень важно, через какую половинку ты будешь наливать. Чего ты хочешь от нашего собрания, да, хочешь, чтобы перепелись в усмерть, тогда вот разноси вот через здесь. Или ты хочешь все весело, но цивилизованно, тогда будет. Вот это, так называемый, комос. Это греки уже полежали, а потом пошли обвестись в город о том, что они хорошо полежали. Значит, это такая процессия, которая идет по улицам, людей хорошо одеты, ну, видно, да, что люди хорошо одеты. У Франсуали Сарага автор вот такой вот, лучший антаромент книжки про греческие симпозии. Это лучшее, что есть в мире сейчас, да. Я с ним не согласен, то он считает, что это такой маскарад, потому что эти люди одеты в женскую одежду. Эти люди одеты не в женскую одежду, они одеты в лидийскую одежду. Для чернофигурной вазописи Лидия, ну так, для шестого века, да, это, знаете, как Франция для России в девятнадцатом веке. То есть, гораздо более культурная страна, и если мы оделись как лидийцы, да, вот даже в этих вот саккосах, то есть, это похоже на греческий женский саккос, шапочку, да, Но лидийцы вообще одевались вот с точки зрения греков женоподобно, да, но вот. Значит, и здесь три основные кайфовые вещи, которые есть на симпозиции, да. Это вино, кильк, вот он, да, это музыка, и это атлетика. Вот эта кирка в руках у человека, да, это вовсе не то кайло, которым строят железную дорогу, да, это кирка, который рыхлят землю на полествие. То есть там, где греки борются между собой, да, они падают на землю, земля должна быть мягкой, чтобы не больно было падать, да. Поэтому человек с киркой, идущий по улице греческого города, это аристократ, направляющийся на полество, да. Значит, вот этот самый катап. Причем, обратите внимание, на чем это все поставлено, да, на той же самой кирке. Атрибуты красивой жизни, они составляют такое общее единство. Вот то, зачем люди напиваются, да. Самое главное, это одновременно быть пьяным и сохранять чувство равновесия, да. Вот это то, что любит Дионис больше всего. Поэтому, ну, катап это тоже играть с равновесием, да, собьешь, не собьешь, попадешь, не попадешь. Вот всякие разные упражнения с сосудами, ну, понятно, что это равновесие, да. То есть без рук, без всего, удержать чашу в руках. То же самое здесь, еще и с одеждой, наверное, навешанной на ногу. Вот такой вариант. Сатир в той же роли, да. А что он делает так? Тирс. Это такая, ну, жезл, который дает, принадлежит к свете Дионис. Вот так вот. Вот тоже вариант, да. А он еще и поет. Значит, амферы можно по-разному использовать. Значит, это фигурный сосуд. На сиренпосе распространена очень штука. Кстати, вот общая такая просация штука. Сатиры, это анти-мужчины. Они трусливые, жабные, пьют неразбавленное вино, пристают к женщинам. Причем пристают к женщинам всегда безрезультатно. То есть, вот эта вот, скажем, физиологическая особенность сатиров, постоянная реакция, да, это ровно потому, что огромное количество сцен, в которых сатир пытается что-то сделать с женщиной. Ни одной сцены, в которой сатир что-нибудь сделал с женщиной. Поэтому вот это вот, вот это имена так вот здесь. Еще фигурный сосуд. Симпосии, это место, в котором собираются люди. То есть, свободные белые мужчины. Все, что не попадает вот под эти определения, является смешным. Рабы, это смешно, женщины, это смешно, нелюди, это смешно. Есть возможность контаминировать одно с другим, с третьим, да. Поэтому вот, ни одного нет сосуда, который был бы в форме головы взрослого белого мужчины. Сатиры, женщины, животные, все что угодно, да, в самом деле прикольно. Вот это тоже прикольно. Это гетеры, у которых свой симпосий. Ну, девичник такой, да. Значит, причем, во-первых, они жадные. Ну, они мечут с двух рук, видишь, да? Значит, то, что они гетеры, понятно, по именам. С микро, то, что здесь написано, это малышка. Значит, полястоп, имя, да, произведено от... Ну, полястра, ну, она, как бы, та, которая борется. Там, не знаю, и мама с дядей Ивани боролась на диване, да? И для дивана, по-моему, поборол. Значит, вот Тинтан, Леагра Тассо, вот на тебя бросали Леагра, да? Это она играет на удачу с... Кстати, Леагра, это еще отдельная такая фигура. Это очень популярный был юноша в конце 6 века до нашей эры в Афинах. Сохранилось около 120 сосудов, где посвящение Леагра. То есть, это было такое... Что-то такое... Популярность запредельная для Афины. Ну, вот, женщина... Женщины, они вот такие, если вы не в курсе, да? Не знаю, чем они будут. Ну, это тоже забавная штука, да? Это тоже фигурный сосуд. Чаша из разряда на песне «Облейсу». Вот, да, вот. Сейчас я в разрезе ее покажу. У него вот тут дырка, которая зажимается пальцем. Значит, ты опускаешь сосуд, вот, все это наполняется вином, потом ты зажимаешь дырку пальцем, выливаешь то, что в чаше, здесь, да? И протягиваешь человеку в пустую чашу. Он говорит, что ты мне протянул? А ты отжимаешь пальчик, а там вино круто. То есть, это такой добрый солдатский юмор, да? Очень изысканный, да? Вот тоже, такое же точно, вот видите, да? Здесь дырка, здесь дырочки. Ты зажимаешь пальцем, говоришь, передай. Оп. Ну ты как? Вот, это то, что может встретиться вам на донышке чаши. Это писающий и капущий мальчик, да? То есть, а что ты выпил? Если не секрет, да? Значит, вот, есть фигурные чаши вот такого вида, да? Это вот уже, значит, по первой, это за Зевса, хозяев дома, за богов очага. По второй, это про Афродитуль. Да, вот, когда дело доходит до этого, вот то, как эта чаша должна, по мысли греческих художников, использовать. Вот. Вот очень забавная тоже штука, глазастые чаши, и очень много. А глаза сты, они в первую очередь, потому, я говорил, да, друг? Штука, поэтому, когда вы закрываете лицо этой чашей, получается, что эта маска вот с этим хоботом, да, это и есть ваши глаза. Прикол здесь в том, что в глазах горгоны, горгоны-емы, да? Значит, при этом по-гречески зрачок кора. И точно так же пишется слово девушка. Поэтому вот он. Да? Это самое кора. Вот. Значит, устали, нет? Нет. Не устали. Значит, тогда покажу еще несколько вещей. Значит, вот эта вот картинка на боку псиктора. Псиктор, ну, буквально охладитель, холодильник, да? То есть, если мы хотим пить вино не только изящно, но и круто, то мы будем пить холодный. Как это делается? В кратер, внутрь, ставится такой вот цилиндрический сосуд с шаром наверху и с горловиной, которая закрывается над окружкой, да? В которой наливают либо ледяную воду, либо набивают льдом. Ну, зимой это возможно, да? И понятно, что пока он стоит, он вино вокруг себя охлаждает. Но есть такая маленькая деталь. Пока он стоит, уровень вина вокруг него постепенно опускается, да? Поэтому изображение постепенно открывается. Значит, когда мы только начинаем пить, и мы еще совершенно трезвые, мы видим две лысые башки, глядящие в разные стороны, да? То есть, ну, вот они мы собрались за столом, да? Когда уровень вина немножко опускается, мы видим атрибуты красивой жизни, да? Вино и музыку. А когда вино опускается совсем, мы видим вот этого красивого мальчика, который уводит нас в некие дебри, да? Все же. Уже все хорошо. Программы вечером нарисованы. Значит, отдельное совершенно, кстати, вот к вопросу о соревновательности, да? Эта соревновательность очень интересным образом связана с социальной динамикой. С процедурами взросления, инициации, да? И соревнования между семьями вот в ходе этого процесса. Значит, ну, вы все в курсе, да? Что греческая культура была бисексуальной. Она не была гомосексуальной. Это как бы большое заблуждение, да? Просто каждый греческий мужчина, кстати, в знаменитых всех случаев, и каждая греческая женщина, в процессе социализации проходил гомосексуальную фазу, да? А потом гетеро- или бисексуальную фазу. Что тоже объяснимо. Греческий мужчина женился в 30-35 лет. Значит, пик сексуальности приходится на 18-25. Причем, ну, почему он женился в 30-35, это тоже отдельный совершенно разговор, да? Потому что никто не женился, не будучи уже состоявшимся человеком. Если ты не можешь, там, ненавидно, кормить семью, и у тебя нет прямых видов на наследство, ну, кто за тебя отдаст девушку в порядочную, да? Из порядочной семьи. Понятно, что сексуальность должна была находить какие-то другие выходы, а она находила выходы в гомосексуальных контактах. Причем, это практически всегда контакт между более старшим юношей или мужчиной и мальчиком. Или, там, младшим юношей, да? Кстати, у греков никакого проникающего гомосексуального секса не предполагалось. Проникающий гомосексуальный секс унижал пассивного партнера. Греки этого очень не любили, они очень не любили корейку унижал. Значит, поэтому, самая распространенная поза – это передняя межбезерная стоя. Ну, я потом покажу, они будут, да? В старых советских учебниках, не учебниках, там, книжках про античную вазопись, это обычно называется «борцы». Значит, вот, очень изящный итог, да? Да, значит, что важно в этом процессе, да? Мальчик, которого выбирают, популярный мальчик, это очень хорошо. Потому что старший партнер заведует его социализацией. Он знакомит его с значимыми людьми. Он приглашает его на значимые симпосии. Значимые симпосии, на которых этот мальчик не бегает с кружкой по кругу, не разливая твину, да? А возлежит на ложе вместе со взрослыми мужиками и участвует в их разговорах. Поэтому, когда потом он войдет в возраст, понятно, что его политическая карьера, да, она нарисована как-то более выпуклыми штрихами, чем вот у того, который бегал вокруг стола, да? Значит, это отношение неравновесного равновесия, такого дарения. Эраст, старший любовник, активный любовник, дарит мальчику возможность гармоничного и мягкого вхождения в социум. Получая в ответ эротику, да? Мальчик, да, он ухаживает за мальчиком, он простаивает к его дверей, он дарит ему подарки. Значит, мальчик, да, хороший мальчик принимает подарки, но никогда не выпрашивает подарки. Подарки выпрашивает стыдный мальчик. Значит, кроме того, мальчик не выказывает никаких сексуальных желаний в адрес своего старшего любовника. Мальчик, который начинает нарываться на секс, это стыдный мальчик, это неправильный мальчик. Значит, весь шестой век греческая культура тотально гомосексуальна, если мы говорим об изобразительных ребятах. Один из, там, Джон Бизли, один из специалистов крупнейших мировых по греческой вазописи, сказал, что в шестом веке в чернофигурной вазописи если греческий мужчина не занят лошадьми или войной, он занят гомосексуальной связью. Гетеросексуальные связи практически не прописаны. И только с началом пятого века, уже в краснофигурной вазописи, когда вырастает уровень жизни и появляются гетеры, то есть женщины, доступные в публичном пространстве, женщины, с которыми имеет смысл завязывать отношения вне семейных контекстов. Иначе любые отношения с женщиной из другой семьи это оскорбление семьи, это неправильно. Так вот, здесь начинают появляться и гомо- и гетеросексуальные сцены. Причем, такая забавная штука, гомосексуальный код ухаживания четко переносится на гетеросексуальный, в каковом виде он существует до сих пор. Женщина должна быть, ну по-хорошему, немножко холодноватой, она, вот, при знакомстве с молодым человеком, девушка не должна кидаться и пытаться его изнасиловать. Иначе как-то это неправильная девушка какая-то. Она должна принимать подарки, она не должна их выпрашивать никоим образом, и не выказывать лишние заинтересованности ни в сексе, ни в подарках. Более того, мужчину он должен проставить, придет в дерьме, оспаривать ее у других мужчин. Если она оспаривает его у других женщин, она должна сделать это тихо, и так, чтобы он об этом не знал. А он должен делать это громко, да, и так, чтобы все поняли, что он самый большой петух, наверное, на возле хочет. Значит, вот обратите внимание, эраст и эрамен. Значит, такая деталь. Эраст, как правило, я говорил про важность одежды, да? Вот длинная одежда – это статусная одежда. Мальчик должен быть либо голый, да? Либо, вот обратите внимание, на нем не брида. Это, ну, собственно, шкура оленя. Я, там, не знаю, о зооморфной символике поговорю отдельно, может быть, если время будет, да? Ну, вот, и опять же, да, тканая одежда, вот эта вот, она делается дома. Это статусная культурная одежда, да? Шкура, понятно, что это что-то такое дикое, взятое не из дома, а оттуда, где место мальчика. Значит, обратите внимание, да, что вот как, вот эта свасть, как она завернута. Значит, согнутый эраст, эраст должен унижаться, ухаживая за мальчиком и так далее, да? Который, вот, ну, тут сейчас со скифосом, там, вину, да? Мальчик, который стоит и играет на овлосе, на флейте. Причем вот все это крутится, по большому счету, вокруг центра. Вокруг бедер этого мальчика. Если обращали внимание на изображениях красивых греческих юношей, это всегда очень тяжелые бедра. То есть, это, ну, во-первых, это красиво, да, с точки зрения греков. А во-вторых, понятно, почему Зевс родил Диониса из бедра. Да, потому что именно это и представляет предмет преимущественного эротического интереса. Значит, гениталии у мужчины тоже есть, но не они главные. Честное слово, да? Вот в этом высокодуховном союзе, да, не они главные. Кстати, вот, с точки зрения государственных разных вещей, эти вещи эксплуатировались замечательным совершенно образом. Потому что, скажем, священные отряды, фиванские, элейские и так далее, составлялись исключительно из гобосексуальных любовников. А, ну, то есть, как сказал один историк московский, да, обидевшись, когда, то есть студентов, там, в ответ на то, что там, каждый македонский боец был своему товарищу, не только товарищу, да, но и военно-полевой женой, да. Они что же все, пидоры были? Он сказал, ну, они голубые, голубые были, да. На что гневный историк ответил, нет, они были не голубые. Голубые — это Пенкин и... А они были настоящие боевые пидорасы. Значит, вот. Так вот, почему так сбивались отряды? Очень просто. Отступить или повести себя недостойным на глазах любовника? Понятно, да? Когда Филипп Македонский разгромил фиванское и афинское ополчение при Херонине, там, где Александр Александрович, будучи и Македонский, впервые принял участие в реальном боевом соревновании, да, отступили все, кроме фиванского священного отряда, 300 человек, которые легли каждый танк, где стоял. Да? Потому что, ну, понятно, невозможно, да? Когда погиб Иппоминонт, Исапих, его, ну, его эрамен, закололся рядом с ним, да? То есть это тоже такой вот... Без тебя на свете, да? Значит, вот очень хорошая картинка. Это хороший мальчик. Значит, причем мальчик, который взрослеет. Это мальчик в процессе непосредственной социализации. Сейчас объясню, почему. Значит, заяц — это четкий маркер мальчишеского пацанского статуса. Заяц и собака. Ну, собственно, вот я, тех, кто университетский, да, я про эти вещи уже рассказывал, про замокное кодирование. Это не только у греков, это во всей индоевропейской, вот, огромной области. Собака, заяц, мальчик — это такой вот абсолютно неразбиваемый треугольник. Мальчик с собакой, человек с собакой — это мальчик. Собака, бегущая за зайцем, да, это маркер юношеского статуса. Кстати, собака, бегущая за зайцем, никогда собака, поймавшая зайца. Очень просто, да. Мальчики, которые принимали участие в боевых действиях, в качестве легкой пехоты и так далее, это козара. Их задача расстроить ряды противника, нахулиганить, там что-то еще, но никогда они не принимают участие в разделе «Добро». Это не их собачье дело, в прямом смысле слова, да. Значит, это мальчик, у которого... Значит, а вот это скептрон. Ну, слово «скипетр» наше произведено именно от этого самого предмета. Скептрон — это признак взрослого статусного мужчины. Собственно, глагол «скепто» — это глагол «опираюсь». Вот, стандартная поза греческого мужчину, он стоит, опираясь на скипетр, грудь очень часто, да. Значит, что важно, что у него вот эти вот обрезанные сучки, значит, и, как правило, подчеркивается, что он срезан на родной земле. То есть, о чем идет речь? Он не испустит корней нигде. Он срезан на родной земле, но у него обрезано все, да, поэтому, куда бы ты ни пошел, у тебя под камельком этого самого посоха, всегда остается пятачок родной земли. Ты опираешься на правду, ты опираешься на предков, ты опираешься на свое. Ты статусный мужчина. Мальчик со скипетром — вещь непредставимая, в принципе. Значит, вот смотрите, у этого мальчика позади него заяц, впереди него скипетр. Он голый, но на него накинута взрослая и статусная одежда. Понятно, да, что это мальчик в процессе прохождения через посвящение. Да. Вот, значит, процесс ухаживания. Это подарок. Вот этот жест, очень часто он делается еще вот так вот, да, это жест, мы так займемся. Жест up and down, к подбородку и гениталию. Это жест эротической прорты. А почему мальчик одет в домокладное, на предыдущих акцентах? Потому что это мальчик, который еще не решился. Он скромничает. У него даже голова закрыта, да, то есть он... Вот стадии раздевания мальчиков — это отдельная совершенно. То есть мальчик, который голый, да, это мальчик, который уже вот в процессе. Он уже здесь с нами. А мальчиков брали из других семей? Конечно, конечно. Или из каких-то моделях у бабушки? Нет, значит, вообще, вот, понимаете, брали, это вообще всегда... Эти генерализации, они очень странные, да, потому что есть как бы идеал, понятно. Идеал — это равновесное отношение между мальчиком и взрослым мужчиной, да, где никто ни в чем излишне не заинтересован, где все происходит как взаимное дарение себя, да. Значит, отсутствие какого-то нибудь проникающего секса. Мальчик из свободной другой семьи, причем как бы папа в курсе того, что мальчик проходит социализацию, да. Реальность была, конечно, гораздо разнообразнее и иногда печальнее. Потому что, во-первых, были мальчики-рабы, которых никто не спрашивал. Нравится им анальный секс или не нравится им анальный секс, да. Естественно, были случаи, когда мальчиков просто хватали на улице. Было даже специальное слово «люкос» — «волк» для активного мужчины, который пытается приставать к мальчикам на улице, да. Это очень не любили, это очень не нравилось, да. Причем «люкос» — это не только потому, что он волк и жадный. «люкос» — это дикая собака. Ты ведешь себя как... Не как положено взрослому мужчине, да, а как положено собаке, да еще и дикой. То есть, как делали, да, всяко делали. Ну, как бы как было принято, это другое. Вот как было принято, это мальчик из другой свободной семьи, перед которым лежит некая там политическая условия, политически-полисная городская, да, будущая. Вот. Вот эта самая поза Акундауна, да. Вот это уже, как бы, мальчику я получил подарок, да. Это хороший мальчик. Причем обратите внимание, да, на то, как одежда расположена на теле Эраста. Значит, его тыльная сторона закрыта полностью. В смысле, то, чем он развернут к миру, это ткань, да. То, чем он развернут к мальчику, это непосредственный контакт, да. Причем, обратите внимание, да, мужчина возбужден, мальчику это незачем. У мальчика есть подарок, а вообще это хороший мальчик. Значит, вот это вот Атлентикам в качестве аристократического времяпрепровождения. Значит, ну, они занимаются разными вещами, но вот этот мальчик шутит. Значит, он шутит, причем, как бы, вот, потому что вот этот юноша не сделал того, что делает вот этот юноша. Он не завязал бантиком крайнюю плоть. Что делалось, во-первых, для того, чтобы, ну, понимаете, они на землю падали регулярно. Да, всякое бывает. Раз. А во-вторых, для того, чтобы не возбуждаться во время борьбы. Это было не принято, да, и это, как бы, строго запрещалось. Поэтому вот такая деталь. Вот, эрамен ухаживает за эрастом после состязания. То, что он делает, у него в руке стригель, это такая бронзовая, ну, нечто вроде серпа, только с не таким острым краем, да. У гайки совершенно другая гигиена. Мы обезжириваем поверхность тела. Волосы, кожу и так далее. Они, наоборот, как бы, жиром покрывали поверхность тела. Оливковое масло, как правило, с какими-то там травяными добавками, да. Которая, кстати, замечательная вещь. Зимой греет, летом от загара прекрасно помогает от высыхания кожи, да. А потом, когда она пропиталась потом и пылью, да, она просто берется стригель, все это счищается, ты молишься, намазываешься заново, да. Значит, причем, обратите внимание, с одеждой, да. И скептрон. Это взрослый активный партнер. Ну, это вот взрослый мужчина и мальчик, который играет какую-то вот игру, похожую отчасти на волейбол, отчасти на клубный буль, да. Вот. Вот, это красивый мальчик. Обратите внимание, да, вот, на волосы, да. И он занят такими вот чисто детскими вещами. Обручь это тоже один из детских вариантов. Вот. Это мальчик, который сдал бою. Значит, обратите внимание, скептрон у него отставлен, да. Он играет на кефаре, который движет не просто небрежно, да. Представьте это движение, которое он делает. Это Зевс, который ведет себя как Люкоус по отношению к гадемиадыщи. А вот откуда у мальчика скептрон взялся? Хоть он его оставил. Скептрон же не у мальчиков, а у взрослых мужчин. Значит, слушайте, такая вот штука, да. Не каждый предмет, попавший в изобразительное поле, надо трактовать как предмет, принадлежащий непосредственно участнику этого, да. У этого мальчика рядом скептрон, однако он предпочитает заниматься всякой фигней. То есть он не к нему, а... Да, да, да. То есть это высказывание, да, где элементы не нужно считывать как единое, целое, а как привлекающийся между собой элемент. Вот зерц, который хватает бенемеда, как люкос. Да, нехороший зерц, неправильный. А можно вопрос еще? Вот этот люкос, они имеют отношение к концепту люкых, то есть мужчин, прохоящих, обряд ли, агнициаций? Значит, вероятнее всего да, потому что вот этот самый вот корень люк, я не знаю этого эндоропийского корня, непосредственно этим не занимался, не занимался этим с точки зрения филологического эндоропийского анализа, но есть люкос, который волк греческая, есть люсса, которая боевая ярость и вообще любое помешательство буйное, в которое человек впадает. И вероятнее всего, это очень часто бывает, лютость во славянских языках, это термин, который восходит к какому-то близкому понятию, по крайней мере, вероятный, да? То есть я ничего не... То есть когда он ведет себя как собака, он ведет себя как люкос, он, можно сказать, он ведет себя как мужчина, который находится где-то за пределами цивилизованной территории, проходит отдастся инициация. Вот там у меня есть книжка маленькая, называется «Между волком и собакой», она как раз ровно про это. Про то, что и волк, и собака являются маркерами одного и того же статуса. Разница в том, что волком и собакой маркируют разные модусы этого статуса. То есть, условно говоря, все дело в агрессии. Собака – это существо, которое стоит спиной к дому, и агрессия направлена вовне. Волк – это то же самое существо, которое стоит спиной к лесу, избушка, 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 а агрессия направлена сюда. Потенциально молодой человек, проходящий в период инициации, может быть опасен для кого угодно, в том числе и для своих. И греки это учитывали, кстати, там очень интересные вещи связаны с системой воспитания, потому что они, в отличие от современной традиции воспитательной, не купировали агрессию подростковую, а максимально ее спонсировали, наоборот, максимально педалировали ее, давая возможность выплеснуться полностью, и при этом вот это состояние постоянной агрессивности было связано с постоянным состоянием голода во всех смыслах слова, социальным, сексуальным, пищевым и так далее, и так далее. Поэтому, когда потом ты сдавал экзамен на взрослого мужчину, попытка вести себя нестатусным образом моментально тебя опускала в волки, в собаки, куда-то еще. То есть, тебя никто не контролировал, ты сам себя не контролировал, просто потому что ты знаешь, как быть собакой. Да? Ну вот. Вот. Значит, вот, кстати, Леагрос, Калос. Да? Леагр – красавчик. Калос – это вот обращение красавчик, да, которое, ну, оно очень часто любовное, иногда издевательское. Понятно, что Леагр – мальчик нехороший, да? Обратите внимание на выражение лица и на размеры, да, вот здесь, да, он идет себя неподобающим образом. Он, конечно, очень похож на Артюлу Рэнбо. Вот. Вот. В этом самом варианте, да? Значит, то, чем намахивается на него разгневанный эраст, это либо тапок, либо Олюзгус, фалоимитатор, да? Вот еще одна картинка очень интересная, да? А? Это борцы. А? Нет, это не борцы. Борцы в портыре, я бы сказал. Значит, значит, это женщина, да? Тут сомнений не возникает в том, что это женщина. Значит, забавно то, что вот здесь написано Леагрос, Калос. Обращение к мальчику. Прикол в том, что, обратите внимание на местоположение, на место вхождения, да, это анальный секс. Если Леагру, хорошему мальчику, подарить чашу, в котором взрослые мужчины проводят анальное сношение с женщиной, это послание самому Леагру. Леагр, ты, конечно, красавчик, да? Но, во-первых, баба ты. А, во-вторых, ну, ну, не буду говорить, что кто-то есть, да? Вот. То есть, автор, чаши заказывались, исполнялись на заказ, да? Ты мог заказать там целый сервиз, чтобы пойти и подарить его, там, кому-то, да? И, естественно, если ты хотел, там, наказать кого-то, да, когда ты прикололся, это тоже нужно было сделать. Так вы чашему-то осквобительному взрослому мужчину мог подарить? Да, конечно. Именно вот. Ни в коем случае в обратную сторону. Ну, в обратную сторону, это только в том случае, если ты чего-то хочешь вот такого, например, да? Тебе пришло внезапно в голову, да? То есть отношения, ну, допустим, если взрослый мужчина-любовник и мальчик-юноша-любовник, да? Тем более, что юноша всегда из хорошей семьи, и там же отношения между всеми все равно. Отец в курсе, что-то проходил социализацию. Вот какие здесь возможны варианты взаимных обид и оскорблений? Скажем, если мужчина неправильно себя повел по отношению к этому юноше, какие варианты отношения с его отцом? Или наоборот, если юноша неправильно себя повел по отношению к этому эрасту, то, значит, какие варианты? Вот просто здесь. Значит, что есть в литературе, да? То есть, ну, в этом случае наши источники это вот как бы тексты, тексты поэтические и тексты судебные время от времени, да? Где вот такие вещи и рассказываются, истории, да? Значит, есть ситуация популярных мальчиков, ну, юношей, да, которые ведут себя вызывающе. То есть они меняют эрастов время от времени, эрастов на них обижаются, но ничего не могут сделать, потому что есть... Ну, собственно, вот сейчас... Ну, вот, сейчас я это дело уберу, скажу немножко другое. Вот, это не колон русский. Где-то у меня были картинки с конкурсом за эраста. Ой, это за эраемена, как я прощательница. Это за... Черт, не найду. Ну, в общем, они достаточно часто появляются, выпадаются, да? Там, где 3-4 потенциальных эраста стоят вокруг одного очень гордого молодого человека вот с такими бедрами, да? И они все, вот, кто-то там с петухом, кто-то с зайцем, кто-то с оленем, да? А он вот стоит, как-то, глядя по пустоту, да? Очень иногда бывает обиженный эраст. Человек, который уходит вот с таким жестом. Да? То есть... Ну, собственно, этот жест в южных частях, вопрос, скажите, на мной, сохранился до сих пор, да? Никуда он не делся, да? Вот. Как вели себя мальчики? Что они испытывали? Значит, об этом мы практически ничего не знаем. По той простой причине, что литературу писали взрослые люди для взрослых людей. А твой инициационный опыт, как правило, не был предметом воспоминания, да? И рассмотрения вот здесь и сейчас. Значит, бывают сложные случаи, скажем, вот тот же с нами платоновский пир, приходит Алкивиад, который, в общем-то, пацан. По возрастным критериям категории он пацан, да? Но при этом он давно уже политический деятель, и Алкивиад свободно и спокойно рассказывает о том, как он хотел Сократа, будучи мальчиком совсем еще, да? И пытался к Сократу всячески приставать, Алкивиад может себе это, он выпендривается. Он настолько крут, что он может позволить себе рассказывать о том, что он, будучи пацаном совсем, да? Заглядывался на взрослых мужчин, И пытался общаться не с кем-нибудь, да? А он выбирал себе потенциальных любовников, но Алкивиад с достоинством говорит о том, что Сократ, однако, не обращал на него никакого внимания, да? И один раз они даже спали в одной постели, и Сократ ни сном, ни духом, да? И это круто, говорит Алкивиад, да? То есть, вот какие-то косвенные вещи можно, да? А вот с других данных просто... В определенных документах там тоже забавно, да? Потому что гомосексуальных дел там нет в принципе. Потому что, вот такая очень странная штука, да? Значит, это вещи, частный дружеский праздник. Это вещи, не попадающие в плетение городской жизни. Это личные, дружеские, там, не знаю, какие-то горизонтальные дела мужчин, составляющих вот параллельные нити, непереплетенные. Но зато есть дела о супружеской измене, например. Где все очень серьезно. Там первая речь, миссия, это замечательная совершенно ситуация. Человек, который, зная, что к его жене ходит любовник, значит, служанку припугнул. Служанка в нужный момент ему дала сигнал, что пришел, да? Ну, у греков, знаете, да? Мужская половина, женская половина. Поэтому не всегда с мужской половиной слышно то, что происходит на женской. Нужно, чтобы там был свой агент, который... Значит, что делает мужчина? Он проходится по своим друзьям среди ночи, собирает их всех, приводит их вот с инфлаграндием, да, на место преступления, после чего убивает любовника. Причем любовник плачет и молится, и кричит, что он компенсирует любой моральный ущерб, все что угодно, но он все равно его убивает. Суд, оправдание. То есть речь миссия направлена на оправдание. Почему? Он именно для того все это... Если бы он убил его у себя дома даже, без свидетелей, а тут все были и все видели, что происходило. Он был в своем праве. А, собственно, вот, любовник, который в своем праве мог сделать две вещи совершенно законно, ну, там, если на него подавали, потом это... Ну, он его выиграл это делать просто-напросто, да? Он мог либо убить любовника, причем женщина не подлежала. Женщину, в крайнем случае, могли отправить к родительству. Обратно, да? Ну, у нас с тобой ничего не вышло. Да? Вот. Значит, и еще один был вариант вот этому незадачивому любовнику в анус вталкивали очищенную редьку. Да? Ну, как бы, чтобы он почувствовал все прелести секса. Вот, причем, ну, понятно, да, что это одновременно оскорбление, унижение, да, уподобление пассивному партнеру, да, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот, про соединенные процессы с мальчиками нет. Значит, да, кстати, вот, тоже одна из любимых моих картинок. Есть такой стандартный абсолютно мотив изобразительный воин, уходящий на военную. Его всегда провожают... Что там, смотри, должно быть, здесь. Где-то оно должно быть... Нет, это мини-лай, который именно нашел. Что-то как-то... Ну, ладно, не важно. Поверьте на слово, да, они есть. Их много. Воин, который стоит посередине, он либо просто уже в вооружении, либо женщина, значимая, то есть, мать или жена, протягивает ему щит или копье, чаще всего щит, защитное вооружение. Значит, рядом с ним обычно стоит отец, старенький, который показывает ему жертвенную печень, потроха, ну, вот, собственно, тоже смотрит, дрянь, печень дрянь, ему не повезет, потому что ему руку, явно. Вот, ну, это как бы, это просто да-нет, гадание по принципу да-нет, да, то есть, если печень хорошая, то все удачно, хороший день, для того, чтобы выходить, если нет, причем, понятно, что ты пока не вскроешь барана, ты не узнаешь, там, страйком, циррозом печени, да, или не страдает. Вот, значит, вот эта картина абсолютно неправильная, дичайшим образом неправильная. Во-первых, значит, вместо отца стоит вот этот вот дебил, да, скифоид небритый, значит, который как-то вот стрёмно выглядит вот на этой позиции. Значит, женщина, которая, ну, она стоит с фиалом, все правильно, там, возлияние, и так далее, и так далее, но, во-первых, она делает жест вот этот вот, то есть, и давать. во-вторых, она выступает, значит, вот то, что он выступает копьем и шлемом за рамку, это значимая информация, это, как бы, они все остаются в изображении, а он мертвый, он готовый к смерти, то есть, он выходит за пределы действительности, скажем так, да, но прикольно то, что она выступает локтем, левую руки за рамку, да, значит, и еще, вот точно такая забавная страдающая детским церковным привлечем собака, да, которая, понятно, что она смотрит вот именно сюда, причем она белого цвета, а со времен чернофигурной вазописи белые, то есть, мужчины, они чернофигурные, да, женщины красятся в белый цвет, то есть, это сука, значит, ну и понятно, почему воин белого цвета нет, во-первых, на черно-белом изображении не видно, кто светло-красный, кто белый, то есть, в оригинале они вот все, это краснофигурная вазопись, они все красненькие, а собака такая выберенная, не может, значит, это оборотная сторона того же горшка, значит, обратите внимание, это женщина, вот несмотря ни на что, это все-таки женщина, да, первичные половые признаки, да, они все-таки есть, какие-нибудь, причем, вот смотрите, поза, да, вот лицо, локоть, обратно, вот лицо, вот локоть, это та же самая женщина, но это жена, да, это жена, то есть, муж ушел на войну, да, мы занимаемся, причем, значит, понятно, что это вот, как бы, это не мужья ее, да, значит, у нее в руке овлос, овлос, это двойные афлейты, на которые играют обеими руками, но он разломан, одна палочка у нее в руке, а другую она, понятно, куда представляет, да, заглубником кверху, да, то есть, намек абсолютно понятен, кстати, вот простыдный мальчик, помните, который играл на, здесь примерно то же самое, вот это джест-тор, очень говорящий, не перенапрягись, он называется, да, вот в таких случаях, вот подставляют что-нибудь, помните, вот там вот, мальчик, который поднимал, ну, стал на мостик, одним тоже воздаем, такая же штука, да, то есть, не переусердствует, самое забавное, что это парафраза текста Евтеми, да, на 20 лет раньше исполненного, где на одной стороне, вот на этой стороне, проводы Гектора на войну, абсолютно правильные, с лысым приамом, который, вот, дает печень, да, с гекумой, гекаброй, если быть точным, да, которая отдает щит, и с Гектором, который явно выступает за пределы избранительного поля, да, то есть, это, и судьба. А на оборотной стороне, три, вот в этих же позах, пляшущих только мужчин. А это клон, на самом деле. Отчет все знает, да, это вот, это просто, это просто неуместно, да, то есть, это все неправильно, все неправильно, да, все не так, да, значит, и там, вот эти самые мужики, которые пляшут, да, это просто цитата из Гомера, потому что у Гомера, когда прям отправляется выкупать тело Гектора, ему, его другие сыновья, укладывают выкуп на телегу, и он, в виде обращается к ним и называет их хороводчиками, бессмысленными плясунами, которых он, который, хорошо, в хороводах, и больше ни в чем, которых он отдал бы всех, летом только Гектора был жив. И понятно, на одной стороне Гектора, уходящий на смерть, а на другой стороне плясунный. Через 20 лет другой художник делает реплику этого изображения, да, вот такую. А собака женского рода, какое символическое здесь, именно то, что... Значит, подобно суки, мерзкий, распустив язык, эсхи, про Клитым Нестру, которая заранее готовит смерть Адамиммана, при этом, как бы притворяясь. Клитым Нестра, передай, мужу передай, что верная жена, собака, что жена, собака в доме верная, верна, страшна врагу, верна хозяин. Это значимая информация, по одной простой причине, что я дала тебе информацию, а теперь ты думай. Да? Кто в данном случае я? Нет, но все-таки вот там, где вот в этих всех книгах писали про собак, собак и волк, и так далее, да? Там собаки и волки мужского рода, понятно, это юноши. А, по-моему, там написано было, что сук можно интерпретировать как вот таких женщин, которые там же в лесу, то есть за пределами цивилизованной территории, как-то с этими юношами вместе проводят время и так далее. А вот здесь вот сука, который в доме, а как это интерпретировать? Вот слово собака, оно до сих пор в андоевропейских традициях имеет два смысловых таких вот поля, которые между собой пересекаются, но не совпадают. Одно поле это верность, да? Другое поле это ну вот все, что связано с понятием сука в современном русском языке, да? Значит, то есть, когда Клитинестор говорит, он два эти поля налагает друг на друга, да? То есть, то же самое, да? То есть, один и тот же образ может быть понят абсолютно разными способами, зависит от того, как ты... Но здесь намек на то, что это не верная собака, а именно белого цвета. Так, ну давайте, народ уже подустал, звуковой есть какие? Вопросы, да? Да? У меня вопрос про всемущему винограду. Виноградные листья не изображали, потому что виноград остеивается с... Ну, то есть, периодом давления виноградой, то есть, это грустная такая часть, страдальческая часть жизни Бетиониса, и она более... Ну, то есть, виноградные листья отсылают более травму на какого-то момента, поэтому плющит, то есть, то есть, более веселый, то есть, более праздничный. Не верите Карлу Кирене на фантазию. У него очень много написано, да, и очень-очень смешно читать. Потому что он, в общем-то, который не столько греков читал, сколько, ну, не знаю, других фантазеров вроде Мерча и Лера. Дело в том, что виноградные листья, во-первых, изображаются, изображаются очень часто и в очень праздничных стенах. Мало того, стены давления винограда, не знаю, сейчас попробую найти. А, вот, кстати, вот, извините, что... Ой, нет, не то. Нет, это женщины. Я думаю, это ухаживающие. Ирины. Ирины. Я рассказал. там, 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 По-моему, некий вениток, сейчас не звучит. Ну, короче, есть достаточно большое количество изображений, на которых Дионис лично присутствует при процессе давления винограда, то есть он сидит, а рядом с ним сальция пляшет, скачет на этом самом винограде, выдавливая сок, причем они все абсолютно счастливы, то есть там никакого трагизма, того, что виноград умирает, и так далее, ничего еще нет. И к тому же, знаете, вот, это просто сама логика, она немножко порочна, да, то есть впечатление такое, что одни растения травные, есть такое, кипарис травмное растение, да, кипарис травмное растение, потому что сурральная накладочка. Накладочек мы даже в одной простой причине, чтобы коровы не заблюдали, не жирали растительность, потому что там кипарис, тис, да, деревья, которые, ну, не хороши для пропитания коровы. Вот, ну, там, что-то, а, кстати, вот, 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 вот один, вот он, вот один, гектор прямо векабр, вот, исходный, да, вот, да, шлем, который, сколько-то, да, а это оборотная сторона того же самого, то есть три такие же фигуры, да, причем они шалят, да, вот, вот, Это была такая победа под Евремидоном, где греки в 468 году до н.э. нагнали отступающих персов и ввалили ему по полной совершенно. Вот две стороны одного горшка, повшин грек и перс, и надписи. Вот на этом Евремидон Эйми, я Евремидон, молодой грек, у него вот то, что греки называли заря, если пробивается пушок. Это очень красиво. А здесь перс, анфастный регистр, это очень редко бывает, когда не Дионис и не Гаргон, а анфаст, и это всегда апострофа, это всегда либо умирающий человек, либо человек, не контролирующий себя, либо человек, с которым сейчас что-то случится. Вот сейчас, с этим сейчас что-то случится, да? Значит, и в надпись, а я стою раком. Да, то есть вот, как бы, коды в действии, да, эти? Так, извините. У меня еще один вопрос, можно? Сейчас. Ну, тем не менее, значит, тот симпосий, который был у Платона, это исключение, а все остальное, там вот это, то, что мы описывали, а результат, который мы читаем в книжках, это редкое исключение, совершенно случайное. Нет, симпосий Платона. Это, во-первых, текст, ориентированный не на описание конкретного события, а текст, ориентированный на создание некого, там, горизонта, да, того, что начинается, да, послушай, 25 лет назад ты был на таком-то симпосии, на котором были Сократ, Агафон, да, и так далее, и так далее. Просто скажи мне об этом. То есть это уже не описание реальной практики, да, это некое такое дистанцированное описание идеального события.